Я и моя дочь Таисия сегодня исполнила для вас два моих стихотворения. Ну, во-первых, я решила такое небольшое изменение в программу свою внести. Сегодня день матери, день мамы. Мне это слово больше гораздо нравится. И здесь пришла меня поддержать моя мама, поэтому я обновляю и попрошу вас. Аплодисменты, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь приступим. Если долго лежать в больнице, окна выглядят словно в больнице и лечат правильно, вроде, но не открывая заразы окно, а из окна прорывается звук. Чтобы ты улыбнулся, мой друг, это звук всего живого, всего, что движется вокруг. И слегка пробивается воздух, пахнущий улицей, пахнущий августом, мной и тобой, пахнущий теми, кто робко целуется, пахнущий чуть пожелтевшей весной. И тогда тебе может присниться, как в окно твоя дочь случится, и тебя пробирает испуг. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мамочка, живи, родная, никогда не умирай, без конца живи без края, я люблю тебя, ты знай. Слушай, слушай это окно, и послушай меня внимательно, ты откроешь его совершенно самостоятельно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это стихотворение посвящается моей подруге, которая долго болела, долго лежала в больнице. Все мы очень хотели, чтобы она выздоровела, но судьба злодейка вмешалась, к сожалению, она ушла из жизни в сентябре этого года. Что тут сказать? Свою бусинку я брошу в графин судьбы, окно открылось, да не в ту сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А еще в жизни бывает так, что люди влюбляются в ангелов. Но даже с ангелами не всегда складывают соотношения. После такого разрыва человек становится одиноко, грустно. И чтобы этого одиночества грусти не было, я начитала еще про стихотворение, оно так и называется... НОВЫЙ АНГЕЛ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будет в твоей жизни новый ангел. Он случайно залетит в свое окно, а случайности ни капли не случайны. Все случайное давно предрешено. Ангел твой смущенно скажет... Извините, не туда попал. Только вас уже навек повяжет новое начало всех начал. Ты сам случайно удивишься. Ты отвыка от ангельских забот. Нежно перед ангелом склонишься, и уютно замурлычет кот. Верю я, что ангелы и демоны могут вместе совершить побег. Скрыться от пространства и от времени им поможет только... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А свою пусинку я положу в графин, то, что мы сами выбираем. Потому что мы сами должны выбирать, куда мы пойдем и что мы будем делать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Секундочку, извините, я забыла очень важный момент. Да-да? Существует такой город, город стихов и поэтов, он называется Рифмоград. Волшебный город, да, ладно, ты знаешь. В этом городе по адресу улица Слечная, том 9, существует мастерская свечей, директором которой я являюсь, вот мой ангел, мое подмастерье. Мы от Рифмограда и лично от нас стоящий, который вела нам для тебя. Ой, ой. Немного тепла и света. Мама, это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А также для Сережи Масленникова тоже немного огня. Уу! Огромное спасибо, Ирина Солотова, Сая Ноликова, прекрасную девушку. Просто супер, очень тронуло выступление. У кого найдется ремарки, дамы и господа? О, Леонид Беленький! У-ху! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всем. Вот, я пришел с тремя бусинками. Хотел ожерелье сделать. Вот, положу одну за нас. Стоять. Это не я. Когда я пришел, уже так и было. Когда я уходил, этого еще не было. Вторую. За судьбой. Вот. Потому что мне кажется, что все это как-то хитро сплетено. И мы думаем, что управляем судьбой. Это не совсем так. А судьба наверняка глубоко убеждена, что управляет нами. Что-то уже, я думаю, не совсем так. Вот, поэтому мне очень понравилось творение про ангелов, чудесный ребенок. Жалко, что пришел с мамой, я бы забрал себе. Вот. Все серьезно сейчас, такое время, такие шутки не проходят. Вот. Но тем не менее. Вот. Прочитаю. Что же ты, мой милый ангел, не летаешь больше к Богу? И всю ночь паришь в тумане скончаемых огней. Ты заглядываешь в окна, ожидаешь у порогов, проскользнуть пытаясь в сени, где уютнее и теплей. Серебрится колки и ней, на твоих седых ресницах и созявших крыльев белых перья падают кружась. Ты устал от метелей, в ночах тебе не спится, на босых чудесных ножках, незнакомых улиц грязь. Прилетай, мой падший ангел, забудь свои обиды, ты прости, что от падения уберечь тебя не смог. Боги тоже часто плачут, когда их никто не видит. Если мы с тобой не рядом, ты не ангел, я не Бог. Спасибо. И второе будет, которое во вторую было брошено. Вот. Оно называется «Молитва». Я взываю к тебе каждый день без притворства и линии. Не остави в беде, защити, помоги и спаси. Посмотри на меня. Я встаю перед тобой на коленях, хоть сепями звеня, бьёчи лоб тебе в пол до крови. Но за бегами глаз не видать и заложены уши. И не слышен твой глаз, забывает на улице зверь. Темнота за окном, темнота забирается в душу. Дьявол рвётся ко мне и трещит под ударами дверь. Я молился всю ночь, голос моей молитвы всё тише. Ты не в силах помочь, ты, конечно, пришёл, если б мог. Но ты снова молчишь. Ты, наверное, просто не слышишь. Человек, ну, услышь. Тебе молятся снова твой Бог. Спасибо. И одно представление, которое я здесь написал, вот только что. Так что я его прочитаю. Говорит, я пришёл встать, честно говоря, ещё не очень был уверен в том, какая тема. Ну вот, ну у меня всё, видите, ангелы, боги, чёрти, какая жизнь странная. Мне мой ангел вчера признался, что он чёрт. Я не сразу поверил, но был бесконечно рад. Ведь про рай всем и так известно, там первый сорт. И гораздо прикольнее узнать, как и что там ад. Говорили мы с ним, как всегда, всю ночь напролёт. И про рай, но по большей части, конечно, про ад. Он сказал, что на небе типа был переворот, и что Бог, мол, отрёкся, но всё-таки был распят. И они решили все там, на небесах, что не стоит тревожить и зря нас пугать людей. В канцелярии Божьей и сами не все, мол, в курсах. И дьявол принял, мол, все полномочия, и всё.